НГП Радио и продюсерский центр «Новая романтика» представляют Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, радиослушатели и радиослушательницы, и товарищи, коллеги, музыканты и прочие личности, которые смотрят наш радио- и видеоканал. У нас сегодня такая необычная встреча. Почему необычная? Потому что с этим человеком, которого зовут Сергей Николаевич Иванов. Здравствуйте, Сергей Николаевич, очень приятно. Мы были в те годы, когда вас, наверное, на свете не было. Это было больше сорока лет назад. То есть с Сергеем Николаевичем мы познакомились в 1973 году, когда он вернулся из армии. Что такая армия, все знают, в армии служил кто-нибудь из вас? Вы служили? Киваете, замечательно. Пятьдесят лет. Пятьдесят лет, да. Кто-нибудь, он служил в наших войсках в Восточной Германии, вернулся оттуда. А я вернулся за год до этого, я служил на Дальнем Востоке в погранвойсках советской армии. И вот мы познакомились в 1973 году, когда я уже год занимался этой подпольной практикой. Хотя все подпольное, непонятно, что слово подпольное. Подпольное значит запрещенное, ничего запрещенного не было. А чтоб было понятно вам всем, а вот там КГБ что-то запрещать, а что они запрещали? Ловить ловили на чем-то незаконном. А что могло быть незаконным? Незаконным в нашей деятельности было только одно. Неразрешенная предпринимательская деятельность. То есть продажа чего-то за какие-то деньги. Только это. Потому что формально нельзя же музыку было запретить. Запретить можно было только тексты. А тексты, по большому счету... Вот я не знаю почему. Сейчас все про какую-то жопу поют. А сейчас тогда поэтом было как-то неприлично петь. Пели очень романтические темы. Поэтому вы, наверное, 8 лет назад начали фестиваль «Новая романтика». Потому что я посчитаю, что за это время ничего не изменилось. Как в времена моей молодости была романтика, так и сейчас романтика есть. У вас романтика есть, господа? Есть. Вы киваете? Да. Все романтика. Замечательно. Романтика была, есть и будет. Никуда не денется. Новый анализ, старая. И вот с Сергеем Николаевичем мы тогда познакомились в 1973 году. Я уже был таким важным челом. Типа год занимался этой деятельностью. Он только пришел из армии, научился. Он просто мгновенно меня перегнал. И вот пока мы предварительно разговаривали, я с ужасом представил, сколько гадостей, нет, не гадостей, радостей донес до людей Сергей Николаевич. Тогда после Сергея Иванова, получат на меня Сергея Иванова. Я сейчас говорю с такими наклонениями, что было, было, было. Потому что с Сергеем мы практически не общались чуть ли не сорок лет. Сорок последних лет. Представляете, сорок лет. Вам есть сорок лет только вон здесь? Нет, нет сорок лет. Пацан молодой, сорок лет назад, то есть сорок лет прошло, Сергей стал заниматься, стал работать в театре лецидеи. И все эти годы он мотался, сказать, хрен знает где это, неприлично или прилично. По всей стране, по всей миру, по всему миру. От Америки и Канады до Японии и даже чуть ли не Франции. Во Франции он, не знаю, все эти годы чуть ли не жил, да? Ну, по крайней мере, объездил. Объездил всю Францию. С театром Летизеем. В котором тогда открыл театр Полунин, сейчас Полунин уже там нет, а театр все существует. И все эти годы Сергей занимался этим творческим. Звукорежиссером. Звукорежиссером, да. То есть вся музыка в спектаклях, это я. Какой скромный человек. От 73 по 81 год и занимался рок-музыкой. О чем я и хочу с ним поговорить. О том, как он занимался рок-музыкой. На самом деле, для меня это все ясно. А вам это будет интересно, потому что, на самом деле, в то время, до 81 года, до создания Ленинградского рок-клуба, практически не было никаких официальных организаций. И поэтому рок-музыкой занимались, ну, кроме музыкантов, те люди, которых называли организаторами. Сейчас их называют менеджерами, продюсерами, непонятными иностранными словами. На самом деле, это были и есть администраторы, директора, организаторы. В чем состоял процесс организационный? Очень простой. Нужно было найти хорошую группу, у которых было в Питере, ну, в то время, примерно, штук 100, наверное. Ну, не больше. А из них приличных, ну, штук 10. Найти, договориться, провести на какой-то клуб, договориться с клубом и провести мероприятие. Что значит договориться с клубом? Если не было никаких документов, ни у меня, ни у Сергея, ни вообще ни у кого. В то время, в отличие от нашего времени, вы себе представить не можете, каждое государственное, все предприятия были государственные, каждое государственное предприятие нашего города, и не нашего города, должно было, обязано было иметь свой клуб. То есть помещение с залом, с какой-то аппаратурой, с какими-то работниками клуба, которые обязаны были делать свою клубную работу. Смотришь, клубная работа. Самодеятельность, всякие вечера, мероприятия, собрания, они обязаны были проводить, имели за это запись в трудовой книжке, и официально работали. А какая может быть самодеятельность в клубе, там, не знаю, допустим, строительной организации, где я работал в то время, в течение двух лет, бригада, например. Клуб на 250 мест. Клуб, наверное, находится, и до счета, наверное, его не найти, его сейчас не существует. На кольце автобуса номер 14, в глубине Малой Охты. В этом клубе мы провели где-то, лично я провел около 10 концертов, а не больше, группы «Россияне». Пришел, договорился, какую-то арендную плату мы заключили за договор, просто положили и проводили мероприятия, все. Другие места были более простые, а могут более интересные. Например, банкетный зал. Банкетный зал на улице Народный, например, в Невском районе. Вместим эти 100 человек. Там было очень просто приходилось говорить, проводим свадьбу, день рождения, факультетский вечер чего-то, какого-то в ВУЗе. И все, плач, арендную плату и проводим мероприятия. Все. То же самое в любом кафе. То есть было просто, на самом деле. В этом нет, не было никакой запрещенности вообще. Какое дело банкетному залу или клубу, для того, кто там играет, что там играет. Арендную плату заплатили, проведи все, что хочешь. Все просто. В чем состояла запрещенная деятельность? Запрещенная деятельность заключалась в следующем. В продаже билетов. Если было продано какое-то количество билетов, набиралась какая-то определенная сумма денег, которая должна была быть потрачена. Если деньги формально были потрачены все, то никакой запрещенной деятельности не было. Если какая-то сумма оставалась, называется уже предпринимательская деятельность. Вот, собственно, за что я об этом узнал только лет через пять, после того, как стал заниматься своими сессионами. Сергей, ты знал об этом? Потом. Сообщили. Честно знал. Кто нужно, сообщил. Вот. И помню, меня однажды прихватили. Ужас. Смешно. Но прихватили ГБшники. Отдали ментам. Я сижу в ментовской, а мне не мент, а ГБшник говорит, есть ли разница между то, что собиралось запротные билеты, и тем, что осталось у вас конкретно больше пятидесяти рублей, статья до пяти лет. Если меньше пятидесяти рублей, статьи никакой нет. Я писал объяснительно, что я собрался провести день рождения группы органавты и подарить клавишнику органавтов игру нарды. Сколько денег будет собрано, я не знал. И не знаю до сих пор. Значит, оставшуюся разницу мы хотели пропить там 100 друзьями. Вот после такого объяснения меня типа отпустили из ментовской. Хотя, собственно, ментам я им пофигу не нужен был, по большому счету. Да и к ГБшникам пофиг не нужен был. И можно было, чтобы была какая-то, или не было никакой статьи по этому поводу. Значит, вот параллельно с моей деятельностью, я как бы такой папа, типа 73-го, но на самом деле я не папа. И для меня этим занимались, и после меня этим занимались люди. Для меня в основном были такие, если вы историю ленинградского рока, петербургского рока помните, то до ленинградского рок-клуба была создана так называемая рок-федерация. Слышали такое название? Рок-федерация. Нет? Это где-то год, наверное, 70-68. Там человека посадили. Но за что посадили? Не за создание рок-федерации, а за то, что он торговал самоварами. Что-то типа этого. Что-то такое простое и примитивное. Потому что ленинградский рок-клуб был второй официально созданной организацией. Между рок-клубом 81-го года и рок-федерацией была еще рок-ассоциация, которую не разрешили. Но в которую тоже вступал и был членом организации уважаемый Сергей Николаевич. Помнишь? Нет. Создавала ее такая Таня Иванова, а потом после замужества стала Таней Кузнецовой. Сейчас ее уже где-то по 70 лет. Мы ее не дергаем, не дергаем, потому что она полностью течет. Итак, мы подходим к главному. Сергей Иванов. 73-й год. Как он вспомнил по предварительной с ним беседе? Мы познакомились на каком-то собрании, как он утверждает, я не помню его собрание, посещенной организацией какого-то фестиваля. Я этого тоже не помню. Фестивали не помню. Он помнит год. 73-й собрание в каком-то кафе. В каком-то не помню. В студенческом кафе Борис Бреевич. Борис Бреевич, знаете такой институт? В центре города, на набережной, по-моему, чего-то. Канал Грибоедова? Да. Канал Грибоедова. Там у меня было много, как у Сергея, друзей, поэтому собирались вместе и там общались. Сейчас называется тусовались. Тусовались. Тусовка была не связи с какой-то пьянкой, а связи с организацией фестиваля. Я этого не помню. И он не помнит. Фестиваль не состоялся. Но встреча состоялась с тех пор мы не знакомы. Где-то с весны или лета 73-го года. Теперь я буду задавать вопросы какие-то. Какие я не знаю. Потому что в отличие от вас, нормальных людей, которые прислали мне вопросницу. Он этого не сделал. Потому что не знает, о чем его спрашивать. Он понятен. И я не знаю, о чем он его спрашивает. Но спрошу. Уважаемый Сергей. Блин, а что спрашивать-то? Что вы? Как вам служилось в Германии в армии? Прекрасно. Чем вы там занимались? Было интересно. Потому что служил в Германии. ГСВГ. Группа Советских войск Германии. Много интересных мест. Посмотрел. То есть первый раз служил. Прямо там, где Павл-2 завод был. Немцы. Его в конце войны затопили. И до сих пор не могут растопить. А все, что оттуда. Он под землей находится. В воде. А все, что доставали. Там мотоциклы, станки. Все. Тут же работало. Включали. Она работала. Естественно, мы бегали туда. Смотрели. Немцы очень нравились. Немки тоже. Бегали. А что, с немками не запрещали вас встречаться? Ну, а как тебе могут запретить, если ты бежишь за забор? Никак. То есть ты... Кормили. Кормили. Заботились о нас. Немки или наши? И немцы, и немки. Потому что к солдатам очень хорошо относились. К офицерам плохо, потому что оккупанты. Солдаты не оккупанты? Нет. Ну, это же понятно. То есть солдаты вынуждены там служить. То есть в Германии прекрасные впечатления остались. Меня и съездил все еще немецкий язык более-менее знал. А сейчас уже не знаешь? Сейчас немножко знаю, но больше французский, потому что во Франции все время не знал. А советский ли ты вообще человек, Сергей? Иногент. Иногент. То есть ты в этом признаешься? Нет еще. Не слушайте. Это шутка. Шутка, конечно. Хотя он уже 10 лет не пьет. Сейчас у него не пиво, не вот это чай. Зеленый чай. Подтверждай это. От вина отказался. Так. Значит, в Германии тебя воспитали как бы нормально. Ты заслужил свои два года. Да. Создал рок-группу, там играл. Тоже. А, я играл, да. В рок-группе. На чем? Ну, клавиши, бас, танцовал. Сейчас уже не играешь? Сейчас нет. Все. Я понял, что… Слава, слава. Вот этого нету. Много профессионалов, а я был не профессионалом. Итак, в 1973 году мы случайно познакомились с тобой. Случайно или не случайно? Я же сказал, что получилось так, что мой приятель Андрюшу пригласил на встречу подпольную, а тогда подпольную это просто… Он уже умер, поэтому сейчас обоим. Да. Ну, царство небесное. Хороший человек. Подпольную, где встречаются люди, которые занимаются подпольной рок-музыкой, а для человека, который пришел за армию, то есть подпольная, это уже… Ну, по крайней мере понятно, что там… Заинтриговал. Ну, понятно, что пьют. Это самое интересное. Ну, там я познакомился и впервые услышал про движение, такое, которое существовало в Петербурге. Какое? Тогда Ленинград еще было. Рок-музыки. То есть я до этого просто не представлял даже, что это такое. То есть для меня были какие-то поющие гитары, там, что-то еще такое. Жартатлян. Вот. А тут рок-музыка. И вот я впервые попал на сейшен. Стал ходить. И меня сразу же пригласили, как начальника охраны. То есть человек, который организует проходку по билетам. Вот. Мне это очень нравилось. Потому что, как бы, проходили по билетам, а потом ты пускал без билетов, на эти деньги собирал в шапку с друзьями. Тратил их на спиртные напитки. Тут же признаешься. Признаюсь. Один раз шапку украли даже с деньгами. Хорошая была шапка. Хорошая. Михаила. А где это вот сейшен поколировать до того… Ну, вот я попал в Невские берега как раз. Невские берега, Невские берега там… Это практически начало моей концертной деятельности. Знаете, что такое ресторан Невские берега? Представляете, это на набережной, по-моему, Свердлова, напротив Смольного. Да, но тогда это не ресторан, а кафе был. Нет, ресторан. Да. На этом ресторане было предварительно дополнительное кафе и бар. И вот в баре ресторана Невские берега я пробовал первую серию, именно серию мероприятий, где, собственно, у нас В чем интерес был бара? Бар вмечал примерно 200 человек, и мы продавили билеты по 5 рублей, куда входило два коктейля за 3,50 и полтора рубля оставалось на концертной деятельности. Вот. Двести человек. Охрану мы сами ставили, аппаратуру привозили сами, губы привозили сами. Там я помню совершенно обнаглевшие для меня все время группы земляне. Другие, не те, которые сейчас? Да. Те настоящие земляне. Да. Тогда у них был директор, он потребовал меня за концерт сольный, а в то время земляне пели песни западных групп, какие я не помню, но у них были шикарные вокалисты, шикарные музыканты. И они там пели типа «Нагада Давида», там не знаю, там что-то из «Депепла». Очень крутые песни в крутом исполнении, локальном и музыкальном. И вот меддиректор потребовал 200 рублей, бешеные деньги по тем временем. Очень дорого. Очень дорого. Ну, для справки, обычная команда просила где-то 25-40 рублей. с аппаратурой. А на сами аппаратуру привозили, и аппаратуру ввозили, и попросили за это 40 рублей. Первый концерт, который я сделал случайно, я из армии вернулся. и для своего факультета, я учился в политехническом институте, мы сделали мероприятие в столовой. В столовой политехнического института. Билет стоил рубль. На рубль входило три бутерброда, с колбасой, с сыром и с ветчиной, плюс кофе из ведра, по 22 копейки. И пирожное, по-моему, она называлась тогда картошкой, она тоже за 22 копейки. Оставшие после столовой деньги должны были пойти на команду. И получилось страшное дело. Я до армии служил, дружил с Колей Корзининым. Он играл в группе «Славяне», а после уже армия служил в группе «Санкт-Петербург». Он говорит, ну ладно, мы сыграем, т.д. А звоняй ему в предпоследней неделе. Он говорит, слушай, тут мы, оказывается, еще где-то обещали, мы тебе играть не будем. Говорю, блин, ты же подводишь, у меня там факультетский вечер, 300 человек уже подойдет. Он дал мне какие-то телефоны. Я за ночь вечером позвонил команды, и они же не говорили, что точно приедем или точно не приедем. Приехали три команды. Три команды. «Саша-218», «Генерал Бас» и «Россияне». Дмитриевич совершенно незнакомая команда была, но каждая портила по 40 рублей. А денег у нас не хватало, поэтому я звоню к главному по проходке и говорю, «Артур, собирай с народа плюс 40 копеек». То есть не рубль, а рубль 40. И чтобы хватило на три команды, он собрал эту сумму, у него было где-то больше 100 рублей мелочью. И потом благородно поменял на свои бумажные денежные, чтобы не отдавать музыкантам эту мелочь. Вот так прошло первое выступление в концерт. А в 72 году еще. Для справки. Помните? 40 рублей с аппаратурой, с дороги в оба конца. Каждая команда призвала своей аппаратуры. Я в то время практически не работал с Ахвариумом, потому что они были для меня халявщики, у них не было аппаратуры своей, и нужно было для них специальную аппаратуру заказывать. Это для меня неприемлемо было. Поэтому аппаратура хорошая была у нескольких команд. Чаще всего мы брали аппаратуру группы «Зеркало», потому что у них была она приличная. В основном вся аппаратура была самопальная для справки. Что такое самопальная аппаратура, представляете? Это хорошая аппаратура. Не западная, но хорошая. Она играла, звучала. Все усилители были ламповые. Что такое ламповые усилители, представляете, да? Лампа не просто, они должны были подбираться, чтобы по каким-то параметрам совпадали. Я ничего в этом не понимаю, но они делали все красиво и грамотно было. Итак, мы познакомились с Сергеем в 1973 году, якобы на каком-то фестивале, который он не мог вспомнить, кто должен был это делать, и я не могу вспомнить, кто должен был это делать. Я хочу сказать, в чем здесь важный факт, почему мы сейчас об этом говорим. Потому что фестиваль – это сложное мероприятие. Оно бывает не однодневным, а, или там, не знаю, однодневным, но на много участвующих коллективах. Поэтому там сложнее, чем просто концерт организовать. Концерт максимально 2-3 группы – все. Фестиваль там, типа, 2-3 дня. Поэтому, когда Сергей сказал «фестиваль», думаю, блин, не помню. В то время фестивали я организовывал, но крайне редко. И мы так и не вспомнили с ним, в каком фестивале бы совпали, а в каком не совпали. Потом следующий вопрос для Сергея. А что ты сделал, когда он знал, что фестиваль не состоится? Там произошло как, что… Я продал, где-то, по-моему, 200 или 300 абонементов на все вот эти, там, 4 дня, там, должно было быть. Ты продал билет подряд на 4 мероприятия? Абонементы. То есть уже это самое. И в этот момент в руках организаторы, я не помню кто, может быть, ты, мог, не ты, отказываются от этого. И вот впервые я это сделал. То есть я организовал фестиваль, провел его. И после этого начал уже существовать самостоятельно. А где ты провел его? Не помню. Потому что это было так давно. Не помню где, чувствуете? Не помню как, не помню кто играл. Не помню кто играл? Нет, помню что Мания была. Мания. Саша Соколов? Да. Саша Соколов у нас уже участвовал в этом эзотеррию. Это мой старинный товарищ. С которым мы тоже с первых концертов участвовали. И он тоже, в частности, стоял на охране, помогал организациям и мероприятиям. А что было дальше, после того, как ты провел несоставившийся фестиваль? По мне появилась группа «Народ», которым все это понравилось. Слушайте внимательно, лучше запишите. И практически после этого я начал, ну, раз в неделю где-то я делал совершенно... Я тебя так прервал. Представляете, раз в неделю. Раз в неделю подпольные мероприятия не имеют, непостоянной сцены, непостоянного звука, непостоянного... Главное здесь самое больное место, это постоянных зрителей. Вот сейчас приходите, кстати, вот вы будете играть, или уже играли, скоро будете играть. Если вы не приведете с собой каких-то жалких десять человек, на вас будут смотреть, как на каких-то хрен знает кого. Десять человек. А тут нужно привезти двести подряд, на четыре мероприятия подряд. Кстати, это очень важный момент. Количество людей, как они приходят. Пожалуйста, Сергей. И в итоге, в конце, когда я ушел, в 81-м, да, мы почитали году, у меня было где-то, я в течение дня мог поднять 300 тысяч. Я в это не верю, правда? Ну, не верю. Ну, это много, на самом деле. В городе у нас зажило пять миллионов человек. Да, то есть, как бы публикой я был обеспечен, и очень много концертов сделал, и где-то в течение года, там, на парышку в фестивале делал, самостоятельно. После этого он закончил, подойди к ним, возьмите у нее столько, телефончик возьмите, чтобы он должен. Вот. И в свое время с Москвой начал общаться, через нашу общую знакомую там. В связи с тем, что я был пьющий человек, мы со скрипачем напились, нас поселили в женское общежитие, но после того, как мы там начали бегать по нему, искать сотрудницы. Вот, нас заперли в подвал, а в подвале там было очень много вина и что-то... Закуски, запуски. Да. То есть, утром пришли, начали включать, что машина выступления, давайте скрипача. Скрипач был бы успешен. Вот. Но я, как человек компанист, говорю, поеду я. Вот. После этого познакомился, уже с машиной, со всеми. И вот я считаю, что я привез в Петербург. Ну и потом много раз я их приглашал. Они выступали. Секундочку. Кроме Сергея и меня, то же самое говорит, значит, Андрей Тропилло. Нет, Тропилло не может быть. Я сразу могу сказать. Подожди. Я просто помню почему. Потому что... Андрей, можно я сюда заходить? Нет, нет, ты назвал фамилию. Тропилло звонил, когда машина приехала мне лично и просил, чтобы я привез машину к нему на запись. Поэтому Тропилло не меняется сразу же. Тропилло. Олег Калинин. Если вы помните фамилию Калинина, это старший брат Володя Калинин был барабанщиком в группе «Арганавты». Кстати, один из основателей Ленинградского рок-клуба. Что вы тут для справки? Все это как бы так смешано нормально. И еще пара человек, которые утверждают, что они первые привезли машину в Ленинград. У меня была фотография. Но, к сожалению, забрал один приятель и с концами она была. А тогда, как я сейчас помню, выступали... То есть был сэшн, на котором выступали две команды. А машина, она была как бы сюрприз в конце. Гостем? Да. Никто не знал, кроме меня. Ее встретили на поезде. И, по-моему, орнаменте «Арганавты» закончили выступление. И типа хотели убирать аппаратуру. Я говорю, ну, и выходит машина. И вот в этот момент, когда я вышел на сцену, говорю, ребята, что у нас в гости машина, у меня была фотография. Ее нет. Вот это доказательство. Можно я сразу... Теперь ты говори, что хочешь. Пример, и та же история была. Мы сказали, для концерта не ходи, а концерт, боже мой, состоялся. В клубе завода имени Егорова. Знаешь, что это завод? Это там, где делает вагон, вагоностроительный завод имени Егорова. Улица, где находится клуб этого завода. Она выходила на улицу Седова. А рядом находилась, значит, знаменитая, сейчас знаменитая, значит, торговый центр. Там был кафе «Кристалл». В этом «Кристалле» и Сергей, и еще куча людей проводил кучу мероприятий. Высотное здание, по-моему, на четвертом этаже, оно, да? Ну, не на первом этаже. Ну, не на первом этаже. Вот в этом Егорова должен был состояться мой тогда старший концерт. Я не помню год. И ты год не помнишь? Помню. Какой? Когда у них скрипач ушел из группы, можно посмотреть. И пришел Ильиченко, а нет? Нет, Ильиченко потом, это уже другой концерт. Значит, с машиной познакомился в Таллине, в том же Таллине, группа «Мифы». Они пригласили машину на это мероприятие, на концерт. Как гости. Меня на концерте не было, потому что мне сказали, там будет ГБшник тебя брать, ты поэтому не приходи. Я не пришел. Там был мой младший брат Олег. Ну, и умерший. Но тогда он был помощником, правой руковой. Он говорит, что, вот пришла машина, время, мы сейчас деньги себе берем, чтобы они выступили. И все, в порядке они выступили. Это моя информация, я тоже не помню годы и так далее. Но помню, что их привезли, как гостей. Группа «Мифы». Группа «Мифы». Ну, это не важно, на самом деле, честно говоря, первый ты. Ну, какая разница? Главное, не тропила. Главное, не тропила. Главное, не тропила. Не тропила, это сто процентов. Нет, потому что… То есть, не тропила будут все ждать при вас, что-то подобное? Не верьте. Я могу доказать, что это не он, потому что я был у него на студии, когда он говорит, ой, мне надо машину записать, ой, у меня такая аппаратура. Когда я приехал, увидел, это на Большом проспекте было в каком-то… Он уже в Красногварельском районе? Нет. У него студия была на Большом проспекте Петроградской стороны, в спортивном клубе какая-то, комната вот огромная, типа этой. И когда я увидел вот эти мызы наши, эти самые, двухдорожечные или однодорожные, я говорю, ну, давай, кушай машину. Он почему-то спонтом об этом говорит, потому что будучи звукооператором театра Лесидеи… Звукорежиссером. Звукорежиссером, извините. Здравствуйте. У него аппаратура была вся фирменная, и поэтому спонтом мог покаять аппаратуру Андрея Тропилова. Не, ну, когда… И все равно вертия, что Тропилова самая лучшая версия, потому что он записал самые лучшие команды нашего города, нашей страны. Хорошо. Ну, ты Сергей прав, конечно. Ты знаешь, правда? Так оно и есть. А аппаратура была лучше. Да, тогда не было аппаратуры. Главное. Поэтому я на свою голову привел человека, который раньше меня привез в город на счет времени, значит, обозрал Андрея Тропилова. Вообще нормальный человек… Но раньше я успел это сделать. Да. А я Андрея Тропилова мне все равно. С Андреем Тропиловым мы в одной школе учились. Поэтому… А, естественно. Ты протестируешь его. Нет, я его не протестирую. Ты это… Непремененен. Итак, мы, значит, закончили тем, что старший фестиваль ты провел. Провел концерты «Машина времени». А где ты проводил свои основные, скажем так, сейшины, концерты? В каких местах ты можешь вспомнить? Ну, я тебе говорю, что я не помню, потому что… Не помню. Ну, «Заря», «Кристалл». Кто знает «Зарев»? Театр «Лецедей». Это где-то в Невском районе. В Лытье. В Лытье я проводил. В Пушкине там несколько смешных концертов было. Еще где-то. Много было. Ты утверждаешь, что он сам делал концерты сегодня раз в неделю? Да. Не каждый год. В конце уже перестал, потому что перестал интересно быть. А в начале, когда был интерес, когда публика появилась, тогда это, конечно, одно слово, что это подпольное, что могут всех забрать. То есть ни в коем случае не говорят, что это деньги. Это людей не отталкивало? Наоборот. Присягивало? Да. Заметьте, если вам скажете, что вы приходите на концерт в фестивале «Новая романтика», и вас могут там забрать, они с большим довольствием придут. Причем концерты иногда делались просто там, допустим, завтра день рождения у какой-нибудь подружки. Ты говоришь, ой, я тебе сделаю подарок, звонок в Москву, там, Андрюш, можно прийти? Можно. Я говорю, хорошо. И тут же обзваниваешь вечер в публику и собираешь толпы. Вы чувствуете, за один вечер собирается толпа? Небольшая. В «Маникане» где-то 150? Ну, это всего. 400-500. Учитесь. Это ход такой красивый. День рождения подружки, товарищи. Ну, я же никому не говорю, что день рождения подружки. Я говорю, что это просто неожиданный приезд «Машина времени». Почему такой упор делаешь на «Машина времени»? Это что, была самая популярная группа в то время? Потому что я ее первый пригласил. Ну, хорошо, что первый пригласил «Машина времени», замечательно. Что это дает? Это ничего не дает, просто я из того, что я помню, это естественно я помню. А какие-то еще группы, кроме «Машины времени» ты приглашал из других городов? Из Балтики приглашал, из Польши был один концерт на танцово. Ну, это то. Кто знает польскую музыку? Известная группа в те времена. Это 70-е годы? Да, просто я сделал большую ошибку. Мне предупредили, что ни в коем случае до концерта их не поить портвейном. Я случайно привез два ящика портвейна. Случайно? Абсолютно. Они его нашли. И концерт был. Состоялся вот такой. Не очень качественный. А кроме танцов? Из каких городов? Стран? Нет, страны нет. Тогда опасно было это делать. Города Москва, Прибалтика. Все. А что у нас группы еще какие-то не было? Ну, из Прибалтики? Да, я не помню. Талин-Рига? Да, Талин-Рига, да. А группы? Не помню. Было так давно, что... Просто я сразу же хочу объяснить, что когда я ушел, когда мне принудили наши органы уйти из этой системы в 81-м году, я просто себе пришлось заставить все выключить, внутри все забыть, уничтожить все документы. И через 40 лет ты не помнишь? Немножечко. Я не помню, что вчера было, а ты мне хочешь. Не помню, конечно. Посмотрите, ты больше пил чай. Я тогда был пьющий человек, сразу говорю. Память еще все времена. Заметьте, не скрываю, что он был пьющий человек. И не рекомендуют вам быть пьющими. В те времена были портвели настоящие, вкусные. Они все водку пьют? Водку мы потом перешли. Я помню день рождения нашего дорогого Брежнева, никто не помнит. Портвейн, который стоил рубль 60, в этот день стоил 95 копеек. То есть все портвейны стоили вот так вот. В один день? Да, день рождения Брежнева. И вы купили два ящика? Ну, народ весь пил и довольно. Все залубались. Слушай, они сейчас наверняка не знают, что такое портвейн. Ну ладно, сейчас хорошие портвейны появились. Ужас, как же вы так можете жить без портвейнов, без всего этого многообразия. Какие у вас лица кислое? А что вы пьете, господа? Сейчас-то водку, коньяк, пиво. Сколько денег есть, столько и пьют. Чай пьет. Чай пьет. Молодец. Вот настоящий человек. Китайский. Китайский. Китайский это? Китай очень хорошо. Лучше всего. Он несколько раз там. Чаи-то шикарные, конечно. Сергей, значит, ты, если я все правильно понял, часть нашего разговора, люди это не слышали, естественно. Ты завязал, значит, случайно, а не случайно, специально с рок-музыкой где-то в 1981 году. Как раз перед самосозданием рок-клуба пришли люди из наших органов и предложили мне два варианта. Либо куда-нибудь в отдаленный район будет заманиться эти просторки, которые они имели в наличии. Я это не подтверждаю, меня такого не говорили. Либо идти, то есть как бланш, на создание рок-клуба, как бы председателем, они будут поддерживать. И одно условие, если я буду ежедневно писать донос. Это же долго? Да. Еженедельно может быть. Еженедельно. Как только появляется какой-то интересный факт для них писать. Вот. И я как бы всю ночь думал, как бы что сделать и нашел третий вариант. А третий вариант... Ну, кстати, вы, наверное, слышали, да? Было недавно и по телевидению вот эта статья, что рок-оп это проект КГБ. И вот этот человек, была передача. И в прессе была та же самая статья. Я вот и не верю. Я тебе покажу. Как бы хорошая организация. Нет. Ну, значит, ты там работаешь. Вот. Или работаешь. Да. Короче, я нашел третий вариант. Я вот все мои, которые помогали мне с билетами, я просто сел на телефон и всех обзвонил. Сказал, что ребята, дорогие, мне предлагают на вас стучать. И все. И ушел в подполье. То есть перестал делать концерты. То есть ты из подполья ушел в нормальную жизнь? Из подполья ушел в нормальную стоятельность человека. То есть я понимал, либо меня это самое, либо надо заниматься чем-то другим. Ну, вот мне резко пришлось все бросить. И перейти. В сердцах я уничтожил все свои записные книжки, все материалы, которые меня взяли. Поэтому я много чего не помню. Потому что прошло, извините, 47 лет. И когда же ты ушел? В театр. А для театра еще была дискотека? Ну, дискотека это так, промежуточная. Даже дискотека была вроде бы интересной, потом понятно, что это не то. Вот не будучи сотрудником КГБ и ФСБ, я хочу сказать следующее. Я скажу следующее? Да, пожалуйста. Нафига им было делать такое? Ты же не был шпионом. Ты не имел данные про какие-то, не знаю, там... Ты даже на границе не служил. Ты не мог сказать ничего? Я могу объяснить. Объясни очень интересно. Очень удобная позиция для наших органов, когда, допустим, ты делаешь сейшн, даже если ты не кто там, но организатор. А в рамках этого мероприятия собираются там 300-400 человек, которые самые активные в городе. Им ничего не надо делать, просто там парочку сотрудников, которые ходят, смотрят, разговариваются, общаются, достаточно. И поэтому поставить своего человека во главе там рок-клуба, где будут собираться все, самая творческая и активная молодежь Петербурга, идеальный вариант. Не надо куда-то бегать, кого-то искать. То есть ты направляешь свою стрельбу на бедного Коли Михайлову? Да. Господи, бедный Коли Михайлову. Ну, значит, он был. Один из этих был Дливоносов, Патлатым. Он был чуть не сказал чупчий, не чупчий, а хиппий. О, хиппий. Хиппий чурчит, для меня одно и то же. Значит, а Коли Михайлов чем отличался от других? Он мало того, что был музыкантом группы «Пикник», играл на флейте. У него была военная кафедра, поэтому он был с галстуком, с пиджаком и коротко подстрижен. Остальные были все потлатые. А Коли Михайлов встречался внешне, поэтому предложили Коли Михайлову стать членом правления Ленинградского рок-клуба. Вот, чтобы было понятно. Никаких происков в КГБ, хотя, может быть, потом Дани Порисни. Но военная кафедра уже стопроцентная. Военная кафедра на всех пузах была, дневных. Ты все сказал? Ты все гадостей после КГБ будешь говорить не будешь? Я не защищаю его. Я не защищаю, потому что считаю, что КГБ... Да нет, это хороший проект, я считаю, молодцы, они сделали. Ты имеешь в виду Ленинградский рок-клуб? Да. Я не призываю вас не верить, товарищи, я вас сам привел, поэтому верьте ему или не верьте, это ваше личное дело. С другой стороны, Сергей дал ту информацию, которая осталась у него в памяти. Представляете? После этого 40 лет, 40 лет, человек по заграницам мотался, хрен знает где был. Даже во Франции жил несколько лет. Я не несколько, но жил много. Заметьте, и все еще у него в памяти осталась такая гадость про КГБ. К счастью, я 40 лет и за границей я ни разу не был. Это не важно. Это может даже хорошо, что за границей я ни разу не был. Я в это не верю, но с другой стороны, вы имеете право верить в это или не верить. Ваше право. Слушайте, а он честно говорит, как вы считаете? Нет. Нет, нет, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь. А смысл человеку врать? Честно. Почему ты убрать? Нет, ну это было, я же не просто так говорю, это на телевидении было. И в газетах центральных была вот эта статья, что это проект КГБ. Создание рукобы. Я могу просто показать у него с собой. Если я знал, я принес, естественно. Не надо, не надо. Если есть интернет-ресурс, я могу сбросить туда, чтобы все видели. Я не вру. Нет, без проблем. Это есть. Я хочу сказать следующее. Заметьте. Я же не знал, о чем он будет говорить. Меня никто не заставлял хвалить или ругать какую-то организацию. Я ее хвалю наоборот. Я считаю, что это нормальные люди, умные, кстати. Очень умные. Меня два раза пытались взять, но не взяли, отпустили. Не было возможности. Но на самом деле я очень благодарен тому, что, во-первых, Сергей нашел время, хоть он рядом живо, нашел время нам рассказать о своих воспоминаниях. Посмотрите, человек после этого... Никто горло в чай попал. Чай, да? Чай, точно чай. Без наркотиков, спокойно честный чай зеленого цвета. Значит, что интересно. Можете представить себе, человек после того, как он занимался организацией концертных концертов не совсем разрешенных. 40 лет, 40 лет занимался другим творчеством. Займался театром лицезеи. Поехал весь мир практически. Нашел время, возможность рассказать. Кстати, я понимаю по поводу памяти, на самом деле, я тоже многое не помню, потому что прошло время, фиг вы знаете, как его помню. Да умные люди обычно записывают все это. Спасибо. Так я это самое... От спирта, надеюсь. Чистый спирт. Чистый спирт. Значит, я многое записал, наш общий друг Лёжа Цисков, но, к сожалению, он умер. Но записи остались. Он мне отдал, мне отдал его сын записи. Потому что кто-то говорил, что кто-то записывал все концерты, где, что... Это Лёша Цисков, к сожалению. Все концерты он не записывал. У меня там есть записи по двум годам. Типа 74-75, типа этого. Все. И там мало концертов какое-то количество. Я тебе могу сказать, где это есть все. Где? То, о чем он сейчас говорит. А нафига им это нужно? Ну, как информация. Да ну, все это ерунда. Абсолютно уверен, что там есть все. То есть ты рекомендуешь позвонить в KGB? Да, может быть, уже время прошло, когда можно все это открыть в общество. Вы знаете, для чего все это мы говорим? Чтобы поднять в вашу себе слух, чтобы почувствовать, какие вы крутые. Каких кто-то вами занимается, блин. Хотя вы нафиг никому не нужны совершенно. Кроме своих, самих себя, своих друзей, родственников и так далее. Ну, Сергей считает так, но может быть, что время было. Ну, в тире не надо, я считаю. У вас нет вопросов конкретных к Сергею Николаевичу? Зря пришел. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет вопросов конкретных к Сергею Николаевичу? Создавайте. Ну, кто... Имейте право. Кто не побоится. Как вы пришли к музыке вообще? К музыке? Ну, во-первых, я до того года, до армии еще, я играл в группе. Вот, причем не просто играл, я сам создавал группы. Потом уйти, когда институт, вот здесь, который учился, тоже там группу создавал. Потом из-за этой группы меня, из-за института, на время в армию, в армии создал. У меня там тоже за создание группы из... Из армии? Нет, из, к сожалению, из комсомола. В армии из комсомола? Ну, не совсем. То есть, меня сделали вначале главным по комсомолу, а потом, когда я группу сделаю. Вот. А потом в какой-то момент я просто пришел к тому, что музыкой должны заниматься профессионалы. То есть, как хорошего уровня. То есть, я был любителем в этом плане. И поэтому ушел звукоревенсионный. Ну, так сама была потом. Ну, профессиональные музыканты, это те, которые отучились и... Которые и имеют школу какую-то определенную. Потому что если, ну, к счастью, или к сожалению, я вообще много на Западе, как бы присутствовал, смотрел концерты, ходил. То есть, отличие наших музыкантов и европейских очень сильное. То есть... В чем это отличие? В мастерстве. В качестве музыки? В качестве контента? В школу другая. В школу другая. То есть, у них как бы заложено еще оттуда, да. У нас, к сожалению, нет такой школы, ну, особенно в рок-музыке. В джазе еще, может, что-то так появилось. В рок-музыке, к сожалению, мы надолго отстоим. А сейчас что-то изменилось? Ну, сейчас, я думаю, чуть-чуть меняется. Хотя, опять же, я смотрю на те коллективы, которые создают очень качественную музыку. То есть, в интернете. Не сложно сказать, потому что, как бы, моя профессия предполагает огромное количество вот так вот слушать, отбор музыки делать. То есть, в любом случае, это качество должно быть, это трогать тебя должно быть. То есть, внутренняя энергетика какая-то. Вы считаете, с аппаратурой связано это? Сейчас очень сильно изменилось. Хотя, опять же, проблемы, вот я до сих пор не понимаю, почему у нас на студиях такая же аппаратура, как в Европе. Но наши звукорежиссеры не могут вывести качественный звук. Не понимаю. Хотя, понимаю, потому что у них школа другая. То есть, я слушаю европейские записи, которые сделаны там и у нас. То есть, одна и та же аппаратура. А если, допустим, взять отечественного музыканта, отвезти в Европу и записать его там? Москва возит их. То есть, очень многих, потому что это дорого относительно. Потому что надо и туда везти, и проживание, и студии дороже там на порядок у них. Вот я знаю, что в Москве они сделали вот эту совместную соберу, по-моему, школу. То есть, и оборудование там и там одинаковое. Но пока только... То есть, цены очень высокие. То есть, к сожалению, у нас, если в Европе любой музыкант может качественно записаться, недорого, то у нас, к сожалению, это невозможно. То есть, очень дорого. И простые музыканты не могут. У нас нет продюсеров, которые бы вытаскивают музыкантов творческих. Когда ты видишь, что есть потенциал. Я не вижу. То есть, одни и те же коллективы. То есть, наши музыканты не вылезли ни на телевидении, ни в Европе. То есть, как сказать... Когда какие-то определенные категории забили все телевидение... Ну, коррупция такая музыкальная. То есть, ты не можешь, даже если ты очень талантливый, очень сложно пробиться. А среди современных известных рок-исполнителей можете кого-то видеть? Ответьте. Да, это тоже мой вопрос тоже. Современных российских? Да. Кто затронул душу? Кто понравился вот именно вот? Что тронуло сердце из... России? Из наших, да. Ну, к сожалению, пока я никого не могу назвать.